Меняют коммуникации уже не первый месяц. С марта и по сей день ремонтные работы в шампанском приуке возле общежития номер 7 политехнического университета заморожены. Ходить там страшно не только ночью, но и при дневном свете. А ведь тут неподалеку детская площадка. Мы с другом очень часто здесь бывает на велике катаемся в парке и очень здесь тяжело проехать, во-первых, потому что скопление людей и мы обычно вот так вот обрезаем, вот так вот мы едем, вот так вот. А здесь эту штуку закрыли и теперь мы вот так проезжать не можем. Да давно уже разрыли, по-моему, с весны, может даже раньше, я так не помню. Ну неудобно, конечно, пока никаких трагических случаев не было, но неудобно. Только вчера шли с дочкой вечером и говорим, скоро вторая зима, как разрыли, так и осталась разрытая. Куча мусора, все мусор туда сбрасывают, никому нет дела. Депутаты горсовета от этого избирательного округа утверждают, что ремонтные работы находятся не на балансе города. За это отвечает политехнический университет. Мы разбирались с этой проблемой, были разные отправлены депутатские запросы, а также заявления и обращения от меня лично по тому, что вырато здесь. Это находится здесь теплотрасса, которая ведет к общежитию и она баланса одерживающим является университет, политехнический университет. Эта трасса не находится на нашем балансе. Работы проводит политехнический институт, видимо, с помощью каких-то подрядчиков. Поэтому свои вопросы стоит адресовать туда, ну и, соответственно, я тоже буду стараться максимально держать одесситов в курсе этой ситуации. Финансирования нет. Вот почему коммуникации до сих пор не доделали. Депутаты готовы закрыть вопрос за свой счет. Поэтому я уже принял для себя решение, я помогу университету, так как у университета сегодня есть проблемы с финансированием данного вопроса, о том, чтобы он побыстрее закончился. Я помогу своими средствами и, я думаю, в течение двух-трех недель этот вопрос закроется. Договор с новой фирмой, которая возьмется за эту работу, уже подписан. В планах закончить должны до середины августа. Мы сумели восстановить частично водоснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение, но полностью выполнить работу не имеем финансовой возможности. Поэтому мы обратились в город дать нам срок, когда мы целиком закончим всю работу в комплексе, чтобы опять потом ничего не разрывать. Мы обеспечили проход людей по тротуару. И сегодня у нас заключен договор, вот я его показываю, с фирмой, которая взяла на себя обязательства, выполнила эту работу в течение двух недель. Смета будущих работ 194 тысячи гривен, 30 тысяч из которых – это материалы. По словам проректора, посмотреть на законченную работу можно будет через пару недель. Репортер будет следить за развитием событий.